Это самая доходная недвижимость на квадратный метр на Бали то, что мы сейчас нашли. Шойгу! Где боеприпасы? Балийский миллиардер катается на чем-то? Президент, ты знаешь, Индонезии? Я дружу с королевской семьей. Forbes, GQ, Independent, Business Insider, Daily Mail, Times. Трутся ли вокруг тебя эскортницы? Мы недавно были на Вилле, Ким Гардашьян. У нас можно как бы дернуть и не сесть. Пошел бы к Дудю. 5 тысяч долларов за суд. Пока дураков не нашлось. Гидора Дерекулгай. Это место где-то забываются мечты. Часто рассказываю, показываю про остров Бали. Блогеры и топовые инфлюенсеры показывают их так, как... Ну, собственно, полтора года я пожил, я уже не смотрю, мне неинтересно. Поэтому мы покажем вам одну из сфер деятельности и жизни на Бали. Если вы хотите работать и развиваться на этом острове, вам будет интересно послушать мнение и инсайды от человека, который здесь 10 лет. С Феликсом мы уже делали выпуск. Я думаю, что он может рассказать, как никто другой, о тех вещах, которые могут быть вам интересны, если вы человек деятельный, если вы хотите здесь действовать, инвестировать, развиваться и так далее. Просто очень многие показывают супер поверхностно. Ну, я реально не смотрю то, что вышло за последние полгода на острове Бали, но это просто какая-то жвачка и попса. Сегодня мы расскажем вам о примерах, инсайдах от топового застройщика. Ну, вы больше нигде не сможете получить такую информацию. Я пытался задавать именно конкретные вопросы и думаю, что они будут вам полезны, если вы хотите здесь на Бали как-то двигаться, а не просто отдыхать. Если вы хотите действительно здесь что-то понять, то рекомендую вам досмотреть ролик до конца, дослушать. Такие вещи вам никто просто так бесплатно не расскажет. Кайфоренький. Кайфоренький. Эх, здоров. Ну вот он, балийский миллиардер катается на чем-то, на Энмаксе. Красота. Плекс. Точность и вежливость королей. Мы сегодня прям... Даже не бали тайм. Сейчас будем задавать самые каверзные вопросы, вытаскивать инсайды. Ну, как по-другому стать миллионером? Говоря по балийским деньгам, миллиардерам, потому что 100 тысяч рупий – это 550 рублей. Если у тебя миллион рупий, у тебя всего лишь 5500 рублей. Так что тут все миллионеры. Бали у острых миллионеров. Страшно предположить, зачем. У нас здесь еще некоторые ненавершенные дела. Я так понимаю, дела идут серьезнее, чем год назад, потому что раньше ты с автоматом не ходил. Шойгу! Где боеприпасы? Об этом тоже поговорим сегодня, потому что время неспокойное. По-моему, это было сделано для страйкбола, но да, это Крис, наш капитан в частном квадроцикле. Привет! Очень мило. Да, приятно с тобой познакомиться. Это самое неожиданное, что можно было на Бали увидеть. Приятненько? Да. Очень долго пытаемся найти хорошего качества полотенца. Под все проекты? Нет, под этот проект. Супер. Ну, потому что ценовой сегмент такой, который нужен самое-самое лучшее. Мы собираем со всех лучших отелей. Крис, он был директором Four Seasons. Вот. Мы его к себе переманили. Да, я думаю, что это круто. Все в порядке. Зачем это, короче? У нас идея, мы делаем довольно дорогое меню. Ты можешь заказать, например, суперкрутой стейк. Тебе его приносят в такой золотом кейсе, с наручниками пристегнутый, тебе приносят кейс такой. И рядом несколько вооруженных человек в полной форме открываешь там, ну, короче, такой а-ля Джеймс Бонд. Эстетик. Ну, то есть не только еда сама по себе вкусная, но еще интересная подача, как экспириенс. Потому что это было и интертеймент, то есть интересно, такое прикольное, чтобы ты запомнил. Кто все это придумывает? Ну, эту фишку я, по-моему, где-то вообще увидел. Ну, ее просто модифицировал. Потому что все равно есть такая штука, как насмотренность. Ну, да. Ты смотришь и ходишь, что есть вообще самое интересное в мире. И как ты пересобираешь это под то, что тебе нужно. Я в предвкушении. Потому что год назад, когда здесь был, не было ни забора, ни вот этих вот строений. И это все? Да что-то еще есть? Да, да, держись. Так что если ты хочешь, чтобы башни были окрашены в серый цвет, то им уже три месяца. Тридцать лет? Сколько, Миль? Да, но у них есть шанс, что я не смогу этого сделать. Познакомьтесь, это Гидор. Это наш... Это наш друг из нашей деревни. Он был учителем в Ломбоке. Учитель английского языка. Скажи что-нибудь нашим подписчикам. Мне очень нравится русский язык. Очень нравится. Он мой друг. И к тому же хороший друг. Так оно и есть. Я думаю, что он мой лучший друг. Ты уверен в этом? Да, я действительно так думаю. Вау, я плачу. С ним очень легко говорить по-английски. То есть это комфортно иметь бывалого... Гидору 68 лет. Бывалого, местного, образованного, хорошо говорящего на английского мужчину. Женщину я бы не смог. Который показывает. Знает прикуп. Живет не в Сочи даже. Знает все места. Везет куда хочешь. Своя тачка. Комфортабельно. Очень удобно. Мы двигаемся с местными. Всегда надо знать место. Тем, кто пропустил наш прошлый ролик, следует сказать, что это самая экстраординарная вилла, которую я, по крайней мере, видел. А я помню времена, когда еще у тебя там по крылу бегали нелегально. Ну, мы это быстро прекратили из-за того, что нелегально бегали. Что, для тех, кто не помнит, что это праведжет вилла. Колеса больше не воровали? Нет, пришлось зато новые купить, чтобы поставить обратно. Но больше не воровали. Нет, мы поставили. Видишь, какие стены. Плюс 24 на 7 у нас охрана. Господа, я рекомендую посмотреть, если вы не смотрели предыдущий ролик. Он максимально информативный. Плюс вы увидите динамику, что произошло с этим объектом за год. Если вы все-таки решили не смотреть мой предыдущий ролик, я вкратце расскажу про Феликса. Это человек, у которого куча бизнесов в России, Китае, здесь, в Индонезии и на Бали. Который с огромным трудом притащил. Вы только вдумайтесь, по вот этим вот узким дорожкам найти Боинг, притащить его, собрать и допилить из него сейчас до того состояния, в котором вы можете наблюдать далее этот удивительный отель. Ничего подобного в мире я не видел, не слышал. И, по-моему, на острове Бали все знают Феликса, хотя бы потому, что знают, что есть на обрыве, на огромном обрыве в Улувату стоящий самолет. Достаточно амбициозный проект. Только вдумайтесь, насколько это круто, амбициозно и насколько это само себя продает. Лестница будет такая, да? Нет, нет, нет. Это не завершенное. Это только структура ее. Поверх будут стоять ступеньки и остекление по сторонам. Тут тоже будет остекление. Оно уже стояло. Но у нас проблема была с тем, что не попали в размер. Угу. Потому что все стекла уникальны. Потому что они находятся под углом. Понимаешь, что они... И каждая... Они не квадратные, они вот такие. Не понял, это где они будут? Как перила? Вот. Вот тут вставляется стекла. То есть, это будет стекло. Из-за того, что само по себе крыло, оно же не прямое, оно под углом. Да. То у нас все, каждая из стеклов уникальна. Можно сделать только на заводе в Индонезии. Так как это темпор, глаз, закаленное стекло, двухслойное. Не можем найти. Перебирали кучу поставщиков. Сделали. Сделали нам неверно. Часть с браком пришлось менять. Вот. Это мы заказывали из Китая. Это мы и самих решили вырезать, потому что они изначально были не в уровень. Мы их утопили, чтобы это был в уровень. Вот. И здесь еще будет стоять такая красивая такая плашечка сверху, закрывающая. Вот. Ну, это когда будет завершено. Сейчас мы опять ждем стекла. Это сама вертолетная площадка. То есть, сюда будет прилетать наш вертолет. Ты прилетаешь на вертолете, спускаешься по лестнице. И здесь ты чекинешься. Тебе дают boarding pass, посадочный билет. Тебе выдают также паспорт специальный. Private Jet Villa. Который ты можешь ставить штампы. Точнее, тебе будут ставить штампы во всяких крутых, интересных местах по всему миру. По всему миру. Мы хотим собрать таких же много интересных компаний. Мы уже поговорили с крупными сетями, которые в том же ценовом сегменте работают. И мы хотим объединить, что это у тебя как паспорт твоих крутых путешествий. Экосистема. Да. То есть, прилетел, зачекинился. И ты идешь непосредственно к самолету. Такая идея. Твердосы будут? Конечно. Кайп с этим самолетом начался еще до того момента, как он, в принципе, занял свое место на этом обрыве. Потому что зрелище было, ну, можете представить, по вот этим дорожкам. Огромный Boeing. Власти начинают суетиться. Узнавать, кто там, что там. Что это за человек, что это за компания. Давай-ка аннулируем у них лицензии. Так, на всякий случай. Шумели локальные. И экспатовские телеграм-каналы. То есть, он начал шуметь и продавать себя. Потому что любой хайпер о продаже. Продавать себя еще до того, как, в принципе, прибыл на место своего настоящего местонахождения. Лично я узнал из ТикТока об этом самолете. Мы приехали, и не было еще ни заграждения, ничего. Зрелище было безумное совершенно. Вот стоит самолет над обрывом, на крыле. А там внизу, ну, десятки метров какие-то. Люди просто заполонили это крыло. Ощущение было, что вот-вот там с полдюжины человек точно свалится. И, ну, это было просто опасно. Выглядело. И таким образом. Я, кстати, видел этот ТикТок. И помню, что чел какой-то местный индонезиец забрался на крыло. И вокруг просто никого. То есть он был одним из первых, кто, в принципе, увидел и забрался, засквотил этот самолет. На следующий день или через 2 дня, когда мы прибыли туда, все, уже все люди обсыпали фотки, селфи, что там только не было. Ну, вот, когда я поставился в самолет, так как мы, пока мы его перевозили, попали во все местные индонезийские сначала СМИ. И у нас, я просыпаюсь от сообщения от того, что у нас пришел запрос от президента Индонезии о том, что кто такой Феликс Демин, что это за проект. И на следующий день, ну, то есть в это же утро, после этого у нас полицейская линия ограждают проект. Доразбирательский. Полиция у нас аннулирует наши лицензии, которые мы первые вообще в стране получили. Ну, то есть был такой суперстрессовый момент у меня. Ну, то есть ты, как бы, такой национальный, как бы, кейс, который вот сейчас происходит, как конкретный текущий момент. И они разобрались, приезжают всякие генералы, пофоткались, все понравилось, рассказали им про проект. Нам сказали, молодцы, классное дело делается, и все ок. Смотри, у нас только тут Прихталюха. А сейчас покажи без, чтобы ты подснял. Это экраны, как ты понимаешь, да? Проблема в том, что эллиминаторы не совпадали по размеру и выглядело криво. То есть один ближе, другой дальше. Из-за этого мы решили такое. Мне не нравилось, как это визуально выглядело. Можно было просто сделать заглушку, но это было бы неприкольно. Я решил сделать все-таки эллиминаторы. Что-то будет... Где-то мы будем лететь, да? Вот, оно будет типа вот так. А на них будет проигрываться... Полет на Марс. Ну, да, на Марс или просто в грозовом облаке, или катастрофа. Ну, и плюс еще мы PlayStation подрубаем к этому, чтобы можно было поиграть на эллиминаторы. Кайфует. Прикольно. Кабина пилота. Вот это деление, это деление первый номер, да? Да, это одна спальня. То есть здесь у нас джакузи. То есть ты находишься в джакузи со своим партнером, надеюсь, с девушкой. Вот. И тоже здесь вид. Мы это вырезали, эти части. Сейчас мы еще утопили. Мы хотим, чтобы у вас кнопочки открывалось. А, это тоже. Красиво. Очень круто. Огромное количество. На чего типового здесь, ну... Очень мало чего типового. Нам приходится придумывать решения, разрабатывать под себя, консультироваться там со специалистами со всего мира, находя какие-то решения, ну, или идеи хотя бы в каком направлении нам двигаться. Потому что здесь куда ни плюнь, это что-то нужно было придумывать. Да, все эти скругленные формы, как это делать, вся мебель у тебя получается, ну, если у тебя не прямая, ты не можешь никуда ее подставить, это там отдельный гем. Это тоже отливалось спецовым? Это тоже специально под заказ, под наши размеры отливалось. Ну, то есть здесь можно так чилить. Курить вейп? Да. Говорить о высоком на такой высоте. Я чувствую себя некомфортно сейчас. Еще одно мое маленькое приключение. Ого. Джакузи. Это джакузи. Ты посмотри, что вот эта часть вся вот отсюда, и вот так вот, то есть почти вся чаша, она нависает над колоидом, то есть там фропокс. И он будет как инфинити, да? Да, да, конечно, инфинити. Смотри, что я еще заморочивался. Это огромное, толстенное. Понимаешь? Я это не все, к вовсе, не видел. Типа, слово ого и вау, мне кажется, у меня сейчас будет самое распространенное. Мне кажется, мятежник летит. Да. На абордаж брать. Ну, для этого нам и нужен был, на самом деле, автомат. Тут билет. Разлетались тут всякие. Обратил внимание на надписи, нет? Dream on all is possible, ага. И на другую сторону. And make it fucking good. И плюс там еще будут QR размещены в разных секретных местах по всей вилле. И они будут вести на всякие ништячки. Я хочу NFT-шки сделать, которые можно, если ты нашел, там, собрал, грубо говоря, ты можешь получить. Заменить эти его себе. Там историю посмотреть в виде сериала, который мы снимаем. Потому что у нас переговоры даже были с Netflix, пока в процессе. Но мы сами тоже нарезали. У нас больше 20 часов документалки, как все это происходило. Такое сумасшествие. Мы заканчиваем уже, наконец-то, реставрационную работу внешне. Теперь самолет выглядит уже очень свежо. По сравнению с тем, какой он попал ко мне в руки. Как это называется? Итальянский травертин. Травертин. Да. Это цельный кусок? Да. Его везли из-за талии? Да, и вырезали. Вот видишь, поднаши. Еще нужно было, чтобы они совпали, понимаешь, чтобы картинки между собой... Вот эта толщина. Да, это отдельно, чтобы вот это с этим как будто бы... выглядело единым. Но на самом деле два отдельных. Как это происходит? Выбор материалов? Выбор материалов. То есть у нас есть, во-первых, дизайн. То есть то, как мы разрабатывали, как мы видим его. Сам проект целиком. И под этот дизайн мы уже подбираем, что это может быть. Ну и когда мы составляем, опять же, дизайн, мы, в принципе, понимаем, что это... Что за материал будет. Ну, это вопрос, как бы, готов ли ты идти на компромиссы с качеством и конечным продуктом. Как бы можно было сказать, а, ну и фиг с ним. И как бы просто получился бы попроще сам по себе проект. Я как перфекционист, я... Постоянно мне хочется, чтобы вот это не так, так это лучше было. И я сам, на самом деле, осознаю, что вот эти все моменты, это чисто вот мои... Оверпродакшн? Да, да, да. Ну, то есть... Может быть, врагом? Да, да. Никому, на самом деле, никто там не заметит. Было бы здесь вот эти два стекла или не было, ну, как бы и так, и так люди бы сказали, о, как круто. Ну, такой вот у меня подход, который заставляет меня работать слишком много. Ну, это свое детище, я понимаю. Да, да. Прямо серьезный проект. Ну, это мечта, по сути, которую я реализую. Ну, если ты обратил внимание, у нас мы сделали вот это, все отреставрировали. Это из оригинальной? Нет, это мы сами сделали. Пришлось тоже делать. Да, то есть мы самостоятельно это сделали, плюс у нас частей не хватало, мы заказали на металлозаводе, металлопрокатном заводе в России запчасти, внутренние элементы, чтобы оно открывалось, потому что не нашли. Не нашли, не смогли отреставрировать никак, но другие детали мы получились отреставрировать, а это мы сами придумали, что это должно выглядеть так. Эту штуку мы отреставрировали. Ты можешь попробовать открыть. Наверх? Какой? Наверх, да. Так. Ух ты. И туда. Слушай, легко? Да, но мы потом еще поставим ручечку, чтобы это было более удобно. Здесь будет сетка, да? Да, это будет сетка, но это еще одна инстаграммная зона. То есть, сфотографировать с крыла на крыла с обоих сторон. Ну и это экспириенс для тех, кто летал в самолетах и очень хотел открыть. Это вот. Можно пока... Здесь не потеряем часоваренную. Пока нет сетки, можно изготовить большой баскетбольный мяч и закидывать, не знаю, экскаватором вот так с самого пляжа. Хорошая идея. Но было желание когда-нибудь, когда ты летал в самолете, открыть? Конечно, дернуть. Особенно когда... Да. У кого его не было? Да. А что бы? Тут недавно чел один дернул там за несколько минут до... Не видел этот ролик? Вам на 10 лет его, Павел, поставил... Да, это шиз. У нас можно как бы дернуть и не сесть. Но ты можешь остаться здесь на 10 лет, если ты купишь недвижимость на баре. Даже на 30 и 60? Да, да. Вот это туалет. То есть ты сидишь на туалете, смотришь прекрасно. Можно подольше посидеть, мне кажется. Обрати внимание, что у нас на эту надпись, как тебе? Handmade in Italy. Как тебе ручной работают туалет? Это такой челлендж для нас найти бежевого цвета навесной туалет, который был в дизайне. Мы перерыли там, не знаю, 50 или 100 подрядчиков по всему миру. И вот пришлось нам заказать в Италии, ручную работу под нас сделали. Смотреть-то можно, или он запакован? Конечно, можно. Вот он. Выглядит, как обычный туалет, да? Ты представляешь, я с такими матными, когда я его поучу, с такими матными дизайнеру записывал сообщение, типа, и потом я скидывал, он говорит, да нет, так и должно было быть. Я такой, а зачем мы так мучились, если это просто туалет? Ну, тут вопрос в оттенке. Такой оттенок не делает. Я непостижимый вопрос. Да, это перфекционизм какого-то 80-го левела. То есть, это наша гостиная. Пойдем. Петербург, шкаф. Так, отделение здесь происходит, да? Ну, ты захочешь, это вторая. Здесь гостиная, и она разделяется справа спальня и слева спальня. Выглядит близко? Что-нибудь. Что, скоро будет огнетома? Да, здесь абсолютно. Да. Если уже унитаз стоит, то, конечно. Да, да. Здесь не только, здесь еще и сантехника уже стоит. Форма, 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 кайф. Ну, с другой стороны, даже прикольнее. Душ. Первое, нужно, чтобы верхний и нижний паттерн по линиям, по картинке сошелся. Устанавливаем трап за полторы тысячи евро. Трап? Трап. Ну, вот эта штучка, дырка, да? Под ней пластиковая. Мы заказали за полторы тысячи евро каждый. И когда мы пришли, мы увидели, что это просто такая тоненькая полосочка металлическая. Трюмошу цель. Полторы тысячи евро? Да. Пока еще все не увидел, сколько это может стоить, снять эту лилу на... Мы планируем сдавать на текущий момент. Изначально, когда было придумано бизнес-модель, это было 800 долларов. Но у нас огромная вот эта вся шумиха была в СМИ. Мы поставили форму на предбронирование и получили порядка двух тысяч предбронирований. Ну, что значит, примерно там 18,5 лет вперед, но без оплат. И мы поняли, что нужно поднимать-поднимать. И мы пришли сейчас к цене 5 тысяч долларов за сутки. И мы стараемся вот по вот этой максимальной планке, которую мы видим, заполнить. Посмотрим, как получится. 5 тысяч долларов за сутки. Даже не буду предполагать, из какой страны это. Да, не надо. Не надо. Вот, диффузоры, это из России. Вот, здесь нет. Они еще... Потому что они слишком длинные, а мы их чисто под заказ делали. Что они делают? В смысле, они вытягивают воздух? Вот, ты дверь показывал, диффузор, что еще из России было изготовлено? Ну, много чего хотели доказать, но не доказывали из-за того, что не получается. Подрастал. А из европейских стран? У нас в Италии есть, Испания, Германия. Из европейских там, корейские у нас есть. В Штатах тоже что-то было. Ну, мегапроект. Прям мегапроект. Это Сергей. Он сказал, что он больше не будет бриться, пока не завершит проект. Да? Есть такое. Давно не бреешься? Месяц? Когда побреешься? Когда будет завершен проект? Вот. Я уже бритву купил. Да? Уже готов? Оптимистично. На финишной прямой. Ну, окей. Мониторы допилим и все. Сегодня они будут собраны. Надеюсь, да? У него, видишь, какие-то дипломатичные ответы. Он такой же стал политиканом немножко. Ну, что, ну, наша ключевая локация – это крыло самолета. Кайф. Абсолютно. Абсолютно. Почему их сейчас стало больше? Почему они летают? Сезон ветров. Ветер дует, они летают. И он меняется погоду. Потом он сменяется, и они уже особо не летают. Они пытаются, да, наверное, так подфлексить, под пролететь поближе. Конечно. Под крылом можно пролететь? Пока дураков не нашлось. Но посмотрим. Оно уже работает? Не до конца, но это еще нужно делать. Но в целом, да. Кайфы. Кайфы. Никогда ничего подобного не видел. И оно у нас будет еще менять прозрачность. То есть, изначально оно будет матовое. Когда ты заходишь, тебе стюардесса рассказывает. И в какой-то момент она тебе обращает внимание на это. Для человека внутри это будет как глухая стена. Непонятно, какой вид. Нажимает на кнопку, и это все становится прозрачным. Она видит эту красоту. Все. А как это работает? Это с любым стеклом можно сделать? Да. Это, по сути, такой стикер, который меняет прозрачность. Электронная. Да. Да. С электроподключением. Ну, это, конечно, если у нас получится это реализовать. Как он летает в Формуле-1 такой чувак. Да. Вау. Сейчас прямо внутрь залетит. Да. Что вообще происходит? Сидишь такой, смотришь, просто пролетает типок. Гидор, Гидор, what do you think? Ты что, уникален? Ты просто уникален. Ты такой необычный. Спасибо тебе. Я стараюсь делать все, что в моих силах. Ты человек очень сытый, скажем так. Я стараюсь stay hungry. Да. Stay hungry, да. Но сытость твоя все равно, она в твоих объектах. Я понимаю, что мессия всегда в рубище. Мессия всегда в рубище. Но масштаб ресурса понятен. Так вот, каково тебе чувствовать себя собой? Какие двери перед тобой открываются? Какие люди тебе встречаются? Там, наверное, трутся ли вокруг тебя эскортницы глазки строят, пытаются ли тебя поймать так как-то? Я знаю, что ты человек женатый. Ну, конечно. Очень много в этом окружении пишут. Чувствуется? Ну, конечно, да. Это как мне вчера моя девушка пришла с Саваи, с Арбата. Она говорит, ко мне постоянно подходят какие-то девочки, которые говорят, что про тебя что-то. Да? Постоянно, да. Я не знаю, что она твоя. Да. И по боку. Вообще. Ну, попроситься можно, да, за спрос, как говорится. Попробовать можно, да. А вдруг? А вдруг. Кого самого неожиданного ты встречал или имел выход здесь, на острове? Мы недавно были на Вилле, Кимгард Дашьян, например, с главой партии. Очень тоже главой одной из основных политических сил здесь парламента. Я просто задаю всякие социальные обычные истории. Типа, а как мы можем по трафику, как мы можем там решить, накидать идеи какие-то, сделать группу по решению. Ну, то есть рабочая группа, там есть там, окей, на мне вот что, трафик, пластик, вопросы, которые меня беспокоят, так как меня зовут на эти встречи, я всегда, ну, типа, вот, окей, вот эта проблема, вот такое может быть решение, мы постараемся это обсуждать. Вот, там, с министром туризма. То есть это он-то один из министров. Я был подписан на этого парня, когда G20 был туристический третий день. Он кайфовый, он шуточки шутит. Да, да. Шуту и все, да, да. Он такой, типа, слушал его интересный. Да, ну, и при этом он еще и... Да, он очень молодой. Да. У 40 нет. И он медийный при этом. Да. У нас есть политики, у которых 9 миллионов подписчиков в Инстаграм? Мне кажется, что у нас нет никого такого, да? Пригожий. Сейчас могло бы быть, да? Да, ну, мета-мета, все, мета-это, да, осуждаем. Вот, плюс я дружу с королевской семьей. А сколько королей? Королей в Индонезии несколько. Тут нужно понимать, что... Сколько тысяч островов помнишь? 17 тысяч? Островов? Нет, я такого не помню. Ну, тысяч. Знаешь, что тысяч? Ну, по-моему, 18 тысяч остров, если я правильно. У них даже нету точной информации. Она у них расходится в зависимости от источника. 600 языков. То есть, конечно, тут много различных королей. То есть, вот Бали, одно, один из... На Бали один король? Я слышал о том, что есть король Убу, да? Да, есть по разным районам Бали основные короли. То есть, основных, по-моему, шесть. Вот, есть еще более маленькие. Ну, то есть, Раджа, Раджа, он... Как князь, князья. Да, да, да. Есть король, есть, как бы, ближе, чуть ниже уровня, но их побольше. Их можно встретить где-то в общественных местах случайно? Да, да, можно. Ну, что ты думаешь, какого-то другого короля нельзя встретить, что они не лезут? Думаешь, туалет не ходят? Президента знаешь в Индонезии? Только вот он меня знает. Я его пока лично не познакомился. Министр туризма и кто-то еще из правительства? Глава парламента, главы разных. Ну, короче, на самом деле, много с кем приходится соприкасаться. Уже нет такого вау-эффекта? Он был поначалу? Ну, было интересно, да, вначале. Потом, чем больше общаешься, тем больше, тем меньше хочется посещать все это дело. Ну, то есть, к сожалению, подходы разные. То есть, как бы, когда приходишь, знаешь, с желанием и решениями, не только с желанием, но и ресурсами, и решениями каких-то проблем, и тебе говорят, да, классно, но дальше ничего не происходит. То есть, пока непонятно, как какие-то совершать, кроме как самостоятельно. Гидор, Гидор, what do you think about it? Супер. 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 Where do you get this? Describe. Гидор спрашивает, где ты взял самолет? Я украду его у тебя. Нет, я просто шучу. Я купил его у инвестора, а он до этого купил у авиакомпании Мандалов. Ребята, если у вас такой вопрос возникает, опять-таки посмотрите прошлый ролик, там подробно рассказывается и показывается, как он был доставлен, архивные кадры, все вставлять не будем заново, просто посмотрите. Вообще, 80% этого крыла мы отреставрировали, потому что там уже была коррозия. Вот эту часть мы сами запилили, то есть их не существовало занятие. Я помню, я помню, была дыра просто. А здесь планируется лежанка. То есть, можно зачилить, ну или чем-то интересным заняться. Или неинтересным, тикток полистать там. Ну, да, да. В турбине самолета. Такой очень редкий экспириент, который можно сделать. Ну да, можно сделать камеру деприваться. Как вариант. Как вариант. Это шашлычки жарить, да? По сути, Чиу Зонг, острова, на этаноле. То есть, он просто горит без элементов, ну, в плане. Вечный огонь, короче. Да, да, вечный огонь, по сути, да. В прошлый раз мы забирались вот здесь. Почему было решено... А, закрыть? Да. А там и не планировалось никогда. Мы использовали временно. Потому что там была лестница, и так вот. Было уже проще. А когда сделали нормальную лестницу, наш центральный вход, идея, почему там, не делаем. Потому что ты хочешь войти не сразу в спальню и проходить в другую спальню, а через гостиную в обе спальни, чтобы, грубо говоря, гость, который живет сзади, не проходил через твою спальню. Оно сплитится. Это на две семьи? Скорее две пары или как там, два отдельных человек по-разному. Но это, да, это на две спальни. Это наши неваки, камни прекрасные. То есть такое интересное. Вообще за год преобразилось прям вау. Прям вау. Старались. Ничего не было, ни травы, ни деревьев. Да. Кайф. Да, да. Ну, мы стараемся. А где закупали растения? О, это была целая, целая беда, на самом деле. Мы не могли найти, что хотели. Мы питомники объездили всего Бали. И потом начали ездить уже на Яву, Сурабаю и из других островов собирать то, что нам можно. Вам нужен был конкретный вид растений? Да. Размеры? Да, да. Ну, то есть они как бы есть, но которые прям нам нравятся, нету. И приходилось пересобирать очень много всего. То есть еще у нас агрессивная среда, океан рядом, соль, солнце, сильный ветер. И много чего не выживает, и нам приходится менять. Вот, например, в Бугенвилле нам подрядчик, мы закупали белые Бугенвилле. Видишь, что у нас какая-то там фиолетовая? Да. Вот такая вот проблема. Понимаете, масштаб, масштаб проблем. Должен был белый. Да. Да. А вот эти турбины мы сделали 3D-модель, лазерную резку, и потом выгинали сами под руками, мои ребята, чтобы это выглядело как настоящее. Четко. Да. Четко. Выглядит как будто так и должно быть, да? Да, 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 как будто с завода. Да, и мы столько всяких деталей от этого Боинга мы собрали самостоятельно. То есть просто пришлось заморачиваться, потому что просто нету. Чего-то не хватает, что-то не подходит под размеры, потому что турбины вообще от другого, на самом деле, были самолета. Из-за чего очень часто у нас холивары есть в СМИ на тему, что это какая-то модель самолета. Потому что кто-то говорит, что это, ну, это Боинг 737-й, но из-за вот этого многим уже кажется, что это другая, другой самолет, и это постоянно какой-то холивар. И что тоже играет на руку. Да. Любое обсуждение. Да, да, да. Я помню, мне Форбис пишет, что мы написали, что это 737-й, а это нам пишут, что это не 737-й. Ну, правильную информацию или дали. Ну, то есть такие. Ну, смешно, но прикольно. Плюс у нас мы еще добавили вот эту часть, что можно было поваляться в сетке. Но это еще одна инстаграмная локация, то есть люди будут фотографироваться. Это ферма-контент. Это ферма-контент. Да, да, да. Здесь ракурс, тут ракурс, так, так. И мы всегда продумываем ракурсы, то есть как люди будут фотографироваться, потому что это условно бесплатное продвижение твоего продукта. Если, досмотрев до этого момента, вы еще не поняли, как работают объекты Феликса, то я вам объясню по полочкам, короче. Все его объекты, по большому счету все его объекты, они продают себя сами. То есть самолет. Там очередь уже записана. Бабл-отель. Абсолютно уникальная конструкция. То есть ты живешь в шаре, в прозрачном, как шаролюб, скажем так. Вертолеты. То есть все хотят вертолетное такси, как-то подвигаться, активности разного рода. Гринфлоу виллос. Ну, это вообще что-то. У меня в блоге в прошлом году был выпуск про них. Это виллы, в которых ты просто хочешь делать селфи. Потому что там, ну, все безумно круто. Эти виллы уже все проданы, остались другие объекты, вы можете посмотреть по ссылке. Но это само по себе удивительно. То есть вот до мелочей. Многие из вас когда-нибудь были у бассейна, кто-то даже у бассейна с виллой. И кто-то даже у бассейна с виллой на Бали. И многие из вас ходили по мосткам, которые находятся рядом с бассейном. Так вот, мостки там, они исполнены типа из дерева. Но дерево имеет свойство гнить, рассыхаться, разваливаться, гвозди торчать, отваливаться вот эти вот половицы и так далее. В великсе сделана имитация дерева. То есть это бетонные конструкции по форме, как дерево. С текстурой вручную нарисованной художником, которая не гниет, которая не скользит, которая выглядит эстетично десятилетиями. То есть эти вещи сами себя продают. То есть ты минимизируешь сразу бюджетный маркетинг. Я уже вижу здесь моделей. Вижу моделей накачанных, крепких, татуированных мужчин. Я скажу так, это уже тоже было? Уже было. Уже много раз даже было. Здесь что только не происходило. И диджейские сеты, и различные мировые селебрити, и клипы. И прыгали с этого крыла люди на параглайдинге. Играли там, делали, как его, чечетку били. В огромных мишек наряжались. Привлекает креативных людей со всего мира, которым мы разрешаем что-то интересное поделать. С прагматической точки зрения, ты же доволен, что ставка на этот объект, это же тяжелый, дорогостоящий, сложный объект, окупилась. То есть это уже такой флагман, все его знают. Все, кто на острове, все знают про этот самолет. Не только на острове, на самом деле. Мы же делали медиа-аналитику моего бизнес-партнера. Его бизнес – это медиа-аналитика. И мы посчитали, сколько стоило бы вот эти публикации, если мы их заказали. Потому что я давал интервью Forbes, GQ, Independent, Business Insider, Daily Mail, Times. Любые большие СМИ, которые ты можешь себе представить, скорее всего, там есть на любом языке практически интервью со мной. Пошел бы к Дудю. Why not? И мы посчитали, сколько это стоило бы. 84 миллиона долларов. Вау. Вау. Это все отбилось. Это все отбилось. Просто, просто, просто пиан. Поди да попади, да. Так что и это только по печатным СМИ. Ну, то есть это, грубо говоря, как раз-таки большие СМИ. Мы не считаем туда Instagram и прочее, которые у нас по 50 миллионов, есть по 100 миллионов просмотров в одно видео. И все это с нулевым маркетинговым бюджетом. То есть сам продукт, он продает себя. А как происходит вот скаутинг таких вещей? Вот тебе нужна вот это, и кто-то говорит тебе, это мы можем найти в Италии. Или ты сам начинаешь там дайвить по материалам. Вот это надо изготовить там, не знаю, во Франции. Вот это надо провести оттуда. Нет, конечно же, я это сам не делаю. То есть у меня команда этим занимается. То есть основной бизнес – это строительный бизнес. То есть у нас довольно много людей работает в этом бизнес-направлении. И у нас есть кто занимается подбором, поиском. То есть мы ищем что-то по всему миру. На что-то у нас концентрированы отдельные подрядчики по Китаю непосредственно. Что-то отдельно по Индонезии. И мы вот подбираем каждый раз под новые решения, новые подрядчики. Постоянные ресерч, ресерч, ресерч. Ну, это очень большое количество. Как это все держится в твоей голове? Или как команда этим управляет? Ну, в разных проектах по-разному. Ну, не знаю, там. В основном это project-менеджеры или управляющие партнеры проекта. То есть, например, вертолет нам наши авиационные, наша маленькая авиакомпания. У тебя же еще вертолеты есть. Уже не один, у нас уже три вертолета. Уже три вертолета. Робинсоны все? Да, да. И мы сейчас еще новые делаем. Плюс развиваем всю сетку нашу. То есть, хорошо двигается. Там ключевую роль играет мой партнер. То есть, он управляет этим бизнесом. Головники у тебя снимаются. Ты реализовал, отдал project-менеджерам. Каждый кейс разный. То есть, например, там сеть бабу отелей. У меня там крутая команда управления. Ну, то есть, есть ключевой человек управления с Астралийка. Вот. С таким гостиничным бизнесом удаленным, с большим опытом. Вот. Она полностью делает. Я смотрю ключевые метрики для себя. Там какие у нас отзывы. То есть, мы их это парсим в свой софт. Смотрю, ну, то есть, удовлетворенность людьми нашим опытом, которые это. И ежедневно у нас есть такие карточки, которые мы просим людей заполнять после на чек-ауте. Вот. С маленькими, знаешь, как их. Вот. А потом прибыльность, оборот. И там у нас дополнительные там еще подкатегории, которые я просто... Ну, то есть, есть ключевые кипя, которые я смотрю. Как они у нас... По ним идет работа. Вот. И это управляющие. То есть, моего фокуса особо нет. Я обычно включаюсь. То есть, мне больше интересно создавать что-то. Когда я что-то придумываю и что-то начинаю реализовываю, я это запускаю, сформирую под эту команду. И просто потом уже контролирую ключевые метрики. Вот. Здесь вот очень много приходится придумывать различных решений. Из-за этого здесь больше моего фокуса, например, на самолете. Хотя здесь есть вот Геннадий, управляющий этим проектом. Ну, то есть, по строительной части. Крис, австралиец, который управляющий по менеджменту. То есть, это уже за персонал, за меню, за все маленькие штучки, там, формы и прочее, прочее. Ну, то есть, разделяю и стараюсь доверять, но основываясь на фактах, то есть, на цифрах, от которых мы стараемся сделать максимально оцифровку бизнеса. Приезжайте на Бали, ребята. Это место, где забываются мечты, где вы увидите то, что не увидели никогда и нигде. Об этом давайте немножко поговорим. Давай попробуем продать людям Бали. Да не, нахер они нужны. Сидите там. Русские, пожалуйста, приезжай на Бали, пожалуйста. На Бали очень милые и очень приятные люди, помогающие людям отзывчивые люди. Это действительно так. Да. И так очень много людей прилетает и становится все больше и больше. 20 лет стабильный рост. Не предвидится, на мой взгляд, ничего, что может это изменить. Были извержения вулкана прямо здесь. Здесь восстановилось буквально за несколько месяцев. Хотя во всех мировых СМИ показывали, будто бы у нас реки лавы текут, хотя он в 50 километров. И ты вообще это никак не ощутил. Для того, чтобы ощутить, мне пришлось взять байк и доехать до него и посмотреть на все это вживую. Как здоровье было? Очень красиво. Представляете, пепел он высыпал на склоны и на деревья. И они просто как в Сайлент-Хилле такие все стали серые, обвисшие под тяжестью. Выглядело очень интересно. А если говорить не о туризме, а именно о строительстве? То есть темпы, они даже не думают спадать. Нужно понимать, что Бали – это не Дубай. Дубай – это многоэтажная история. Там, где можно быть один дом, там 1000-2000 юнитов. А здесь таких проектов нет. У нас огромный на Гринфо – это 50 юнитов. Кто-то там делает большие проекты, там 100-200 юнитов. Это прям максимум. Но обычно это маленькие, там 10-20. И все это в основном одна двухэтажная история. Флотность застройки очень маленькая. Ну, то есть кажется, что строится много. Нужно понимать, что строится все это одноэтажно. То есть в масштабе это мало. То есть это небольшое количество новых объектов, выходящих на рынок. А туристический поток его перекрывает. То есть есть нехватка хорошего качественного жилья на Бали. Она очень сильна. Ты сам здесь живешь, сам это прекрасно видишь и знаешь. Я думаю, в ближайшие 20 лет будет такой тренд. То есть нужно смотреть, как было до этого 30 лет назад. Появился первый район, там Кута-Санур. Дальше появилось там Закута-Цаминьяк, Аберой, Чингуй сейчас. Все по бережью. Все по бережью идет, оно и вот так вот просто как бы развивается и развивается. Предпосылок других не видно. Заходят крупные истории. Сейчас было G20 на Бали в прошлом году. Построили MotoGP трассу на соседнем острове. На Ламбоке? Да, анонсировали на этом острове Формулу-1 на Бали. Делают. Парамоунт-парк. А Парамоунт-парк, чтобы нужно понимать, это 6 миллионов приблизительно дополнительных туристов. Вау. Да, это огромная разница. То есть здесь все взлетит в цене, ну, уже на самом деле, уже начинает. А тебе не кажется, что дороги, вот они требуют каких-то реформ, уж они не справятся? Согласен, я встречался, да, я встречался с министром туризма, Синдиага Уна, и задавал этот вопрос, на что у меня получил классный ответ, о том, что они стоят отдельно, во-первых, Парамоунт, они размещают на другую часть острова, которая вдалеке, которой там вообще почти ничего нет. Север, северо-запад, северо-восток? Это Галимануку. Галимануку, это где перемычка с Явой. Понял. На вот этой части они планируют построить, и вокруг этого будет развивать инфраструктуру. Ну, понятное дело, когда люди будут со всей Азии съезжаться в этот парк, они будут еще и посещать Бали и другие места, все, что тут рядом, правильно? Это огромный проект, он уже подписан, он лично там министр присутствовал при подписании. Вот, он, они говорят, что в 25-м году уже будет первая какая-то часть его реализована. Посмотрим. Для этого, по поводу дорог, они строят новый Тоу-роуд, который будет соединять ту часть острова, который находится, будет от Табанана и туда дальше. Это новые дороги, более широкие, ну, посмотрим, как это, по факту, будет реализовываться. Ну, то есть, есть решение. Когда проблема становится критической, ее решают. Я был буквально позавчера на Ламбоке, и я вообще увидел, был удивлен. Дорога маленькая, они просто снесли половину зданий и расширили. Расширили. Было бы желание. Когда станет вопрос, я думаю, критический, тогда они это сделают. Слышал слухи про метро? Ну, это не слухи. Насколько я знаю, это подтвержденный контракт с Южной Кореей. Они там будут инвестировать, не помню цифру, но там довольно сумма, 800 миллионов. Ну, короче, какая-то довольно серьезная сумма. Да, они, в том числе, одно из решений, которое они планируют. Ты сказал, что основной бизнес – это строительство. Прошлый раз мы рассказывали про комплекс Green Flow Villas, который был в Убуде. Я так понимаю, он весь продан? Да, 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 он полностью продан. Прям вау, поздравляю, это очень круто, потому что мы там были, вилл много, разного формата. Ну, по размеру в основном. Да, 51 вилла, все продано и строится. 50, ты, то есть, целую улицу построил? Строишь улицы? Да, 4 улицы. Да, да, то есть, это довольно большой проект. С удовольствием покажу тебе, как это выглядит на текущий момент. Потому что с этим проектом мы выиграли многие международные премии. Мы можем залететь как-нибудь, посмотреть уже на готовые проекты, пообщаться даже с покупателями. Я думаю, кто-то из них даже перешел по ссылке в описании под моим прошлым роликом. Я бы хотел поговорить с этими людьми и сказать, что ж вы, что ж вы думаете, подвел я вас или не подвел? И поставить в глаза этим людям. Ну, мы оставим ссылку на какой-то новый твой проект актуальный. Что сейчас мутится? Мы сейчас сделаем большой проект ВУВАТУ. Это Олимп. Это комплект для, по сути, предпринимателей и друзей. Это не под аренду. Там виллы полтора-три миллиона долларов. Это такая история просто для себя и для друзей. Мы были на этом плече с тобой. Да. Когда он был пилен. Сейчас его спецтехника под наш уровень разгоняет. Мне тут нужно вывести 39 тысяч кубометров пород, вырубить и вывести. Это известняк? Нет, там прям где-то порода. Мы брекером ломаем ее. Верхняя часть, она выветренная, ее можно ковшом снимать, но больше, чем на полметра, тебе нужно брекером ее ломать. То есть не будет такого, что что-то обвалится? Это монументальная история. Нет, мы привозили специально для этого геолога из России, очень крутого специалиста. У нас довольно крупное изыскание на эту тему. Отчет, там порядка 50 страниц, как мы это делаем. То есть мы нашли, где трещины, где какие сложности у нас есть. То есть мы хорошее сделали исследование, плюс лабораторную всю эту историю тоже, мы все проделали. То есть мы решили не делать, как это делают в 99% случаев на Бали, не делать геологию или делать просто индонезийским подрядчикам, которые это делают до 300 баксов. Мы решили заморочиться. Ну, правильно. И сейчас наш новый проект, как GreenFlow, это для инвесторов, это в Ченгу, апартаменты. Это прям мне очень нравится, как у нас получается. Мы долго искали, что может быть самым прибыльным недвижкой. Ну, то есть на квадратный метр, и мы нашли хороший референс, уже готовый продукт. Мы с ними хотели сделать партнерский проект, но в итоге там владелец, папа такой старенький, он сказал, что типа вы молодцы, и вы можете сделать самостоятельно, даже на некоторых подрядчиков. Это самая доходная недвижимость на квадратный метр на Бали, то, что мы сейчас нашли. Это квартиры, по сути? Апартаменты, да. Я глянул презентацию. Высокие потолки, 60-80 квадратов. Да, 5,5 метров потолки. Это высоко. Кто в Питере жил, в старом фонде, знаешь, это высоко, ребята. Да, есть у нас с бассейнами и без бассейна. Всего лишь 22 юнита мы делаем, небольшой проект. Потому что, когда слишком много, ну, то есть больше 50, это уже большая нагрузка получается и купаемость хуже для иных сторон. Так что мы делаем такими небольшими кусками застройки. Уже проект в процессе, то есть мы его начинаем реализовывать, часть продали. Цикл строительства? Сдача декабрь 2024 года у нас. Ого, быстро. Мы уже провожили дорогу полностью. Сейчас у нас заходит на фундамент подрядчик. Получается красиво. Ценник? Я сейчас не помню. Посмотрите, мы оставим ссылку в презентации. Человек не думает о деньгах. Нет, почему? Я думаю, что это не считаю, но просто не помню точно, какая у нас цена на все объекты. Насколько я помню, что тренд 200 с чем-то тысяч долларов. Это странно, почему самая высокая декодность у апартов? Потому что все хотят вроде бы виллу, и вот она вилла, у тебя в автономии, и за автономию ты должен, по сути, больше платить. Но почему так с апартаментами? Это вопрос не про любой апартамент. Это конкретно определенная локация, определенный дизайн, стилистика и управление, то есть менеджмент, который делается. Я тебе проще могу показать. Пока ты открываешь, я скажу, что весь самолет немножко ходит. Он парит. Он парит. Парит. Смотри, вот мы взяли вот этот наш референс, о котором я тебе говорил. Богемиан Бали, это тоже здесь, да? Это у нас Чангу, то есть мы брали соседний к нам вариант, то есть маленькие, по сути, номера, у них раньше основная была в 500 долларов, сейчас на ближайшую, видимо, дату скидка. Мы поставили у себя в финмоделях, по дизайну примерно то же самое, что у нас. Ну, мы чуть переработали, сделали, на мой взгляд. Это был лофт, лофт немножко. Да. То есть мы посмотрели, что дает наибольшую доходность, и у нас получились такие цифры, что нам пришлось занизить их в финмоделях. То есть мы поставили, что мы планируем сдавать, по-моему, по 150 долларов. Ну, приемлемый, это вполне себе приемлемый. Да. А референс такой же, он в два раза дороже. По качеству? Мы сделаем лучше. Нашли самое лучшее, самое дорогое по возврату на инвестиции и просто реализуем. То есть, ну, это оказалось такое. Хотелось бы делать большие виллы, и это прикольно, но мы анализируем цифры. Это будет в любом случае дешевле, чем вилла. По-моему, там цифры что-то вроде 200. Мы выведем на экран из презентации материалы, прогнозы и так далее, прогнозы окупаемости, доходности. Ну, то есть это приемлемое, чем вилла. Вилла, по-моему, у тебя там вроде 500 стоило. Ну, большие, большие 500, маленькие там от 200 с чем-то. Ну, тоже смотреть цифры. А маленькие сколько квадратов было? В Гринфол? Да. 100 квадратов. Вместе с... или жилая? Ну, по сути, у нас площадь застройки, это есть земельный участок. Там у нас был вид. Ну, в Чингую нужно понимать, что набирают, где у нас находится. Цена за землю, 7, по-моему, раз выше. Чем угодит. Да. Ну, это самое дежурное место. Весь... Вишь, происходит там. Как меняется твоя жизнь, когда ты стал обладателем виллы? Вот ты купил, что у тебя есть? Спокойность за свое будущее? Могут ли у тебя отобрать виллу? На мой взгляд, основное, что ты не думаешь о своей стабильности. Потому что вилла стабильно, ежемесячно тебе приносит доход. В долларах, независимо, что там происходит, в России или где-либо еще. Это очень классно. Плюс здесь практически нет сезонности. То есть ты понимаешь, сколько там у тебя ежемесячно приходят 5 тысяч долларов. Ну, ты купил виллу, у тебя сразу пермит на проживание? Если нужно, его можно сделать. Это не проблема с помощью... Ну, если кто-то хочет. Вообще, обычно, для нас это больше такая инвестиционная история. Да, мы можем сделать проживание. Для кого-то мы это делали, там, в НЖ. Но в большинстве случаев это не нужно. Это в случае инвестиций. А если я хочу купить и жить здесь, и состариться, и собак завести, коня, и все такое? Прилетаешь, живешь, кайфуешь. Надоело жить, сдаешь. Ну, и делаем под ключ, все управляй. То есть, я как предприниматель, какой я бы хотел бы идеальный продукт, чтобы я не думал, кто там арендует, какие там садовники, не садовники, управляющие, кто там... Выносит мусор, приносит воду. Замечается с ними, вообще. Замечается в управляющей компании. Да. Единственное, человек просто дает, куда ему деньги передавать. У него есть личный кабинет, который он онлайн, ежемесячно. Ну, то есть, он всегда в онлайне, может посмотреть, кто проживает, сколько дней, какие суммы выплаты, какие расходы. Все в онлайне. Все легко перепроверяется, все очень прозрачно, и ежемесячно он просто получает доход на карту, криптуру, как ему угодно. 82% заполняемости, вот последний мне обрет. То есть, приобретает, простаивать недвижка не будет? Нет, не будем, не будем. То есть, она хорошо сдается, хороший стабильный доход, все понятно, прозрачно. То есть, там, 12, там, до 18% у нас недвижки выплатят. То есть, мы делаем в целом продукт под ключ, что люди инвестируют, плюс мы это делаем с рассрочкой. То есть, люди могут заплатить 10% всего лишь взноса от суммы и ежемесячно платить, там, в районе 10%. То есть, они видят, что идет стройка, все хорошо, понятно, и потихоньку платят за свою виллу, что, в принципе, очень классное предложение. Это кайфово, это кайфово. Я хотел спросить, вот ты взял виллу, там, 8 дней из 10, она у тебя сдается, приносит доход. Ты счастлив, весел? Когда, через сколько лет этой вилле потребуется реноваться? Смотри, климат, потому что такой. По поводу реновации, она происходит постоянно. То есть, грубо говоря, управляющая компания подкрашивает, что-то меняет, что-то ломается, выходит из строя. Это естественный процесс, и это постоянно, то есть, это постоянно происходит. У вас вилла не будет выглядеть уставшей? Она постоянно реновируется, конечно. Зачастую ты заезжаешь, там, вот тут вот пошла вот эта плесень, тут вот проводочек у тебя, тут трещина. Ну, это плохое управление, то есть, плохое менеджмент. У нас, компания, с кем мы работаем, который я совладелец, это форсайт менеджмент. Там больше 200 объектов управления, большая инфраструктура, которые довольно серьезные инвестиции мне были произведены. Я сам был изначально клиентом, то есть, я управлял там своим бабу отелем самостоятельно, потом обратился к ним по рекомендации, и они просто начали делать выше за счет умных цен. Умные цены, они понимают, когда нужно сдавать, по какой цене, смотрят количество объектов, сейчас в этом районе сдается, какие праздники, что происходит, какие каникулы и прочее. И они таким за счет умных цен повышают доходность, и там куча, куча еще всяких штук, которые они делают. Блин, круто, 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 круто. То есть, ты снимаешь с себя все головники, знаешь, что у тебя вилла в норм состоянии. Фундаментальный, да, вот фундамент у тебя может пойти как-то потихонечку, потихонечку, вот с этим климатом? Ну, фундамент нет, ну, как бы, если он правильно сделан. Или стены где-то начинать внутри, вот такое. Ну, смотри, у нас есть полный цикл технодзора, который следит и делает отчетности по тому, как было, какая веская арматура, как было происходить. То есть, мы по шагам контролируем весь технологический процесс. Мы делаем довольно качественно, ну, то есть, наверное, одни из лучших, на мой взгляд, на Бали на текущий момент из застройщика. То есть, то, что мы слышим от людей, которые прошлись, или эксперты в рынке, то, что мы получаем такую обратную связь. Мы планируем запускать новый проект, как Гринфо, в Будде тоже. Мы уже 8 месяцев ищем землю, пока вот в процессе подписания. Пока она у нас нет, мы не анонсируем. Как анонсируем, тогда у нас появится еще продолжение именно по Ливу, в Будде. В принципе, похоже. Пожмите, интересный вопрос по поиску. Мы раскрывали его в прошлом ролике. Опять-таки, рекомендую посмотреть, если вам интересны такие мувы, как инвестиции в недвижимость Бали. Потому что, как ни странно, мы с тобой встречаемся, когда в стране творится какой-то максимальный ад. Ад творится уже, понятно, типа, давно. Но вот Экстремум был тогда, и сейчас Экстремум с ростовскими движениями. Я надеюсь, это не взаимосвязано. Надо пореже встречаться, может, все и нормально будет. Может, нормализуется все в стране тогда. Поэтому, если интересно пристроить бабки, вот вам, пожалуйста, способ. Берешь, делаешь. Также вот, ты упомянул Бабл Отель, он где-то там же находится, да? Да, да, вон они. Это один из моих отелей. О, хотел попроситься. Можно снять видик 24 часа в шаре? Если было, как эксперимент, когда будет время. Можно, но у нас на несколько месяцев вперед все. Понятно. Если ты заранее скажешь, то да. Можно спрогнозировать. Можно спрогнозировать. Да, если можешь. Пишите, если вам интересно, мы забукаем под 24 часа. А были ли какие-то проекты амбициозные, от которых пришлось отказаться? Есть, которые еще в процессе реализации. Ну, то есть, пока он у меня формируется в голове, большой проект. Уже есть земля под него. Это тоже, это клиф очень прикольный. То есть, я хочу прям сделать ближе к тематическому целому парку сказки с другим миром. То есть, ну, как бы можно пожить в нашем мире, а можно чуть-чуть попасть в такую фантазийную сказку. Вот, и у меня прям есть такая большая, большой проект, который мне хочется реализовать. Но он в процессе, он не то, чтобы он загнулся. То есть, для тебя сейчас, грубо говоря, если есть земля, построить там 5 улиц, вилл, не проблема. Учитывая там циклостроительство, знание мест людей, производство. Скажем так, мне это значительно проще за счет опыта. Но, тем не менее, это, конечно, будет очень много сложностей, которые будут вылезать. Но это нормально. Это бизнес-история, которая по-другому не бывает. На всякий случай, я не знаю, что можно было бы делать бизнес, не соприкасаясь ежедневно с кучей проблем и с поиском решений этих. Как это решить? У тебя глобально бывают головняки какие-то? Постоянно. Постоянно. Просто вопрос масштаба этих головняков, они не заканчиваются. То есть, у меня... Ну, ты же знаешь, приходишь к такому состоянию, когда тебе уже, ну, типа, дзен. Это часть жизни. Ну, да. Спокойнее относишься к этому. Спокойнее. Уже практически они тебя эмоционально не дергают. Ключевые сотрудники уходят, ну, окей. Проблема с чиновниками. Окей. Попали в какой-то медиа-скандал. Окей. Ну, то есть, любая фигня, ты такой, ну, окей. Типа, проблема, есть решение. Нет смысла эмоционально сильно в это вовлекаться. То есть, это не... Нет вот этого никакого смысла, никакой пользы. Вот. Из-за этого ты просто окей. А проблем дохрена. Ну, кстати, большое количество проектов, большое количество людей работает. Постоянно везде у нас сложности. Это же бизнес. Это бизнес. Нет сложности, это если ты, наверное, мертв. У нас есть спорная, ну, точнее, не спорная, проблемная ситуация с одним чуваком. И он сейчас взял, обрубил мебельное мое производство, весь цех стоит. Он подал как-то заявление, чтобы нас отключили, электричество. Зачем? Зачем он это сделал? Ну, потому что мы ему хотим вкатать уголовное дело за то, что он нас обманул и денег должен. Ну, то есть, вот такое у меня в 5 раз в день минимум. А обычно больше. Я бы уже подзагнался. Да нет. Че, какой смысл? Нужно решать вопросы. Насколько проще делать бизнес в Индонезии? На мой взгляд, не сложно. То есть, здесь, возможно, очень много возможностей, но нужно понимать местную специфику. Очень много культурных особенностей, которые могут тебя прям вообще офигеть. От них можно очень легко. То есть, здесь не выполняют обязательства 95% подрядчиков. То есть, куда? В Индонезии? Да. То есть, вот, ну, конкретно на этом проекте у нас не было, по-моему, ни одного подрядчика, ну, по каким-то там, не знаю, по, вот, например, по ваннам, да, или по вот этим стеклам, или по электронике для утопления, или по установке тревертина, да, или по стенам, по плейвуду, по мебель. Короче, любой из, там, не знаю, сотни подрядчиков, что у нас присутствуют на проекте, ни один не сделал ничего с первого раза. То есть, это всегда переделки, смены подрядчиков, наверное, там. Ты уже привык к этому. Это просто как норма производства. Просто профессиональный процесс, да. Если хотите что-то делать, сначала поживите хотя бы пару лет здесь, чтобы понять вообще, как все это тут работает, как они мыслят, чтобы не попасть в то, что тут очень многие люди сейчас начинают делать какие-то девелоперские проекты, вообще не понимая вообще, как это работает. Не понимая, как здесь взаимодействовать ни с государством, ни с чиновниками, ни с просто обычными рядовыми полицами, которые, которые будут работать, вообще не понимая специфики и думают, что, типа, если я сделаю там, типа, в России строительный бизнес, я могу сделать здесь строительный бизнес. Это вообще не так работает. Давай попробуем, ребят, 10 минут. Саплю минут, а? Тримакаси. Саплю минут, лаги, а? Стоп, стоп. На мой взгляд, перенеси. Саплю минут, я? Саплю минут. С местными работать сложно. Исполнительные по нашему европейскому пониманию сотрудники среди индонезов – это на вес золота. Индонезы про другое. Они про молитвы, они про язычество и про традиции. И это нормально. Они чтят род, то есть, они знают про то, что вот есть семья у нас, и она владеет землей, там, 600 лет. Вы можете представить в России или в СНГ в целом семью какую-то, которая может сказать, вот эта земля наша была 600 лет? Да нет, невозможно. То есть, это вот такие, прям, ну, язычники. Язычники, кто-то говорит индуизм, кто-то говорит смесь. Но это люди совсем не про то. Большая часть года у них – это праздники. И это не праздники календарные, типа, там, день сапога или день, там, не знаю, копателя на траншеи. Это реальные праздники, к которым готовятся, которые отмечают и так далее. То есть, это люди совсем про другое. И найти человека, который исполнителен в нашем хотя бы понимании – это прям большая удача. И вот многие девелоперы с этим сталкиваются, потому что для того, чтобы у тебя существовала компания, ты должен иметь определенный процент местных ребят в штате у себя в компании. Они должны быть неэффективны, они должны быть реально рабочие. Ну, опять-таки, это идет и в плюс, потому что дешевая рабочая сила, дешевый строительный материал, но, тем не менее, это должны быть не случайные люди. Ты должен с ними работать, их контролировать, их обучать и так далее. Мне очень повезло, у меня есть очень крутой исполнительный кореш Гедур, ему 68 лет, я про него рассказывал в видео. Он кучу раз мне помогал, я помогал ему. Мы прям хорошо общаемся, поэтому, если вы находитесь в Индонезии, если вы хотите делать тут какие-то дела или в целом двигаться комфортно, у вас должен быть такой человек, вы должны его найти, общий язык. И, скорее всего, придется посещать его праздники, его семьи, потому что невежливо отказываться, когда он приглашает тебя на день рождения или, например, на свадьбу своего племянника, ты должен идти. А если речь уж о кремации, слушай, бросишь все свои дела, что-то там оказаться. Поэтому с местными работать можно, многих это отпугивает, их менталитет, многих это прям дизморалит, но мне кажется, это вполне себе то, с чем можно даже не ужиться, то, что можно понять. Ну, это было красиво, аутентичненько. Ну, нюансы. Я от этого кайфую, я много чего не ухудшуюсь, то есть, на мой взгляд, балийцы – самая счастливая нация в мире. На всяком случае, я там посетил 73 страны, это самые счастливые люди, которых я когда-либо видел. Чувствуешь ли ты себя счастливым? С каких пор ты это сделал? Я родился на свет. Я родился и вырос на острове Бали. Но на данный момент я прожил на острове Бали 29 лет и работал учителем в средней школе Ламбока. Ну и что же? Я там учился. Я преподавал английский язык в средней школе. У тебя отличные навыки. Ты бываешь на острове Бали-Ламбок? Я предпочитаю остров Бали. В чем же секрет? Почему ты все время такой счастливый? Все время. Они живут очень просто и просто. Они не слишком много думали об этом. Просто прими это и расслабься. На каком самом странном местном мероприятии ты был? Кремация? Ну я подпиливание зубов. Что? Ну да, на совершеннолетие у них там есть такая история, что им подпиливают зубы. А как это? Ну их делают ровнее или острыми? И мог бы ты объяснить, как проходит церемония проливания крови? Вот что именно? Вот что именно. Смысл начинки заключается в том, чтобы я хочу убить твой злой дух, твое эго, твое негативное эго. Но почему же это так важно? Ведь эго – это верхняя часть зубов. У тебя получилось это сделать? Да, да, я так и сделал. Я так и сделал. Я так и сделал. Мы должны были сделать это тогда, когда мы были детьми. Когда нам исполнится по 17 лет. А до этого нам этого делать было нельзя. Так что ты должен контролировать свое эго, свои плохие поступки, свой дурной ум с помощью символики. Я чувствую себя как в зубах. У меня болят зубы. Очень приятно, спасибо. Понимаете, то есть это вот так формируется матрица мышления, матрица поведения, ритуалы. И ты такой раз, в 18 лет ты должен убить эго. Зачем? Зачем-то надо. Зачем-то надо. Почему-то это правильно. Подношения, природа. Очень интересно. Я не знаю, у меня работает компания. Мужчина, его зовут Будда. Я вот узнал, какое у него интересное хобби. На самом деле, это была основная его сфера деятельности до работы у нас. Он тренирует птиц. Это оказалось огромный пласт индонетической культуры, которую я лично не знал. Хотя 10 лет нахожусь на Бали и постоянно в контакте. И это было для меня откровение. Есть не просто школы и обучения, есть целые университеты. Дрессировки птиц? Да. Не просто дрессировки. Они учат одних птиц, как у них есть соревнования с большими призами. То есть, машины люди выигрывают, дома выигрывают. То есть, это такая большая прям история у них. По сотне тысяч долларов стоят птички. Ого. Птица. Ого, ого. Ага. Так может, в птиц лучше инвестировать, а не в виллу? Нужно разбираться. Нужно разбираться. Просто инвестируйте в птичек. То, что не очень понятно, такое. Вот, и они учат одних птиц пародировать звуки других птиц. То есть, как можно больше языков других видов птиц должно освоить. Насколько похоже. То есть, они учат их петь. И вводят их в школу, потом в университет птиц. Разговоры для птиц. Это развлечения ради, наверное? Нет, это же огромный культурный пласт. Ставь себе, очень интересно. И я вот не знал, недавно такое меня шокировало, что есть такая штука. Фокус не на результате, а на процессе. Потому что все-таки результат – это короткий миг, а процесс – это вот такой длинный путь. И если ты только кайфуешь от результата, а не от процесса, тогда ты, скорее всего, будешь несчастен. Но такие вещи могут быть проблемными при рабочих процессах, при стройке. Что процентов? 240 дней в году – это праздничные дни. Как ты думаешь? Весьма сложно. Насколько это хрупкое все? Можно это сломать случайно? Пока мы устанавливали подрядчик, раз не повторюсь, просто три раздолбало. Да, и у нас сменилось по установке вот этого камня. Сколько? Шесть или семь подрядчиков, я не помню. С ними можно договариваться? Я бы сказал, это можно менеджерить. Это не договариваться, это просто нужно понимать особенности и выстраивать под эти особенности подходы. Насколько глубоко надо знать эти особенности? То есть, строя, например, дом где-то, ты должен, я так понимаю, дружить с ним, с владельцем земли, посещать там, может быть, свадьбу. Церемонии. Церемонии, кремации. Дидор приглашал меня на свадьбу своего племянника, я ходил. Это замечательное, уникальное событие. Я тоже ходил, на каких-то церемониях я уже не был. И каждый проект начинается с церемонии. То есть, ты получаешь благословение на то, что заниматься бизнесом на этой земле. Мне это очень нравится, очень так приятно. То есть, такая очень-очень мягкая. Ты в культурном пласте. Да, мне это нравится. Такие дела, ребят. Новый экспириенс. Контраст культур бывает очень приятно. Нужно понимать и жить, наверное. Я здесь живу 10 лет. Для меня это мой дом. Я понимаю специфику. Спасибо за внимание. Если вам понравился этот подкаст, обязательно пересмотрите тот, который и леет. Нет. Пересмотрите подкаст или просто посмотрите, если вы не видели предыдущий год назад, который мы снимали с Феликсом. По-моему, это достаточно прикольно. Я тебе даже по цифрам скажу, что подкаст не с человеком из медийки энтертейнмента набирает очень хорошо. То есть, интерес, он чувствуется. Если вам интересны какие-то еще темы, интересный интересный интерес, то закидывайте. Мы вполне можем снять какой-то, ну, например, рабочий процесс. Как ты двигаешься в целом по острове. По острову после того, как посерфил, почилил, покайфовал, словил нервяки, поговорил с королем. Пописал контракт, мне кажется, это было бы интересно. Если это не какие-то суперсекреты. Да, почему бы и нет. Да. Что мы можем предложить людям, которые перейдут по ссылке в описании и захотят инвестировать? Указывать информацию, что вы отварены, и мы сделаем специальные интересные условия. О них мы определили все позже. Да? Но они вам понравятся, это вот приятная опция. Да. Экосистема Феликса, она тут масштабная и широка. В бабло-отеле потусуетесь, например. Легко. Ну, решим, может быть, что-то поинтереснее дело. Подумаем. Все, спасибо. Благодарю. Надеюсь, до новых встреч. Надеюсь, было полезно.